Привет всем! Снова хочу высказаться про свежее видео Коуч Редпела, на этот раз посвященное феномену whining. Whining — это примерно смешение смыслов слов жаловаться, ныть, плакаться. Первая часть тезиса самоочевидна — ныть — это плохо. Тут, правда, тоже можно было сделать оговорки, смотря где, смотря когда. В определенные периоды цикла Кюблер-Росс в правильном окружении, того же терапевта, например, это может быть очень даже уместно. Дальше Коуч снова делает обобщение и уже не очень корректное, на мой взгляд. От нытья он переходит к понятию делиться эмоциями, быть открытым в эмоциональном смысле. Речь про мужчин, конечно. Коуч излагает свой взгляд на старинную проблему. С одной стороны, женщины, особенно женщины, которые считают себя какими-то особенными современными, часто говорят, что мужчины такие вот закрытые, эмоциональные, там, emotional heavy lifting, недостаточно владеют, так сказать, эмоциональной сферой, слишком закрытые и должны больше открываться в этом смысле. С другой стороны, думаю, тоже многие сталкивались, что когда мужчина отвечает на такую просьбу, на такой запрос быть открытым и начинает реально делиться своими эмоциями, которые часто не очень-то хорошие эмоции, то женщина начинает такой барьер выставлять, типа, не-не-не, вот этих эмоциями не надо. Я типа думала, эмоции, это в смысле ты будешь делиться положительными только эмоциями, прекрасными, а непрекрасными не будешь. А то, что самыми зажатыми обычно оказываются как раз негативные эмоции, этого она типа не учла. Вообще, этот раздел был одним из центральных в первых книгах Уоррена Фаррелла. Мне очень нравилась там одна из карикатур, иллюстрации, если я найду в интернете, я ее сейчас сюда вставлю, с переводом в титрах. Но вот выводы Коуч Рэд Пилл и Уоррен Фаррелл из этого феномена делают совершенно разные. Коуч Рэд Пилл говорит, что никогда не делитесь своими эмоциями, особенно негативными эмоциями. Потому что, что бы вы ни сказали, женщина воспримет это за нытье, и у нее включится остывание и эмоциональное отдаление к вам. То есть все ее фразы про то, что там будь более эмоционально открытым, давай там делиться эмоциями, не нужно воспринимать это всерьез вообще. Женщина либо сама не понимает, что она говорит, либо это откровенная ловушка, проверка на мужественность. Коуч Рэд Пилл живет на Украине и рассказывает, что русскоговорящая, ну или русская там девушка, неоднократно ему говорила, что она хочет, чтобы мужчина был камнем или скалой. По-английски одинаково звучит. Я думаю, вы все хорошо знаете таких девушек, вы все это слышали много раз в жизни. Быть как за каменной стеной, мужчина скала, за которой можно держаться и так далее. Не знаю как вас, меня давно пугают фразы про каменную стену. Я не хочу быть каменной стеной и не хочу играть роль каменной стены. Коуч Рэд Пилл говорит, что эмоции и быть эмоциональным это женская черта. Соответственно, мужчина, который позволяет себе эмоции, он выглядит не мужественно. Мне кажется, это очень поверхностной трактовкой. Я думаю, что эмоции это признак живого существа. Даже у животных есть эмоции и право иметь эмоции за ними признается. За женщинами само собой признается это право. Но в наше время, когда идет столько речей про выравнивание позиции мужчин и женщин в обществе, мужчинам, мне кажется, нужно выравниваться в той сфере, где у них явно недостаток прав. И право на эмоции я отношу именно к таким правам. Понятно, что у всего должна быть некая разумная грань. Женщины пережили великую сексуальную революцию. И, конечно же, как и любая революция, она принесла, скажем так, экстремальные формы выражения сексуальности. Люди более-менее это поняли и потом волна качнулась в обратную сторону. Вполне возможно, что когда у мужчин снимается порог на выражение эмоций тем или иным способом, то, по первости, у них будет такой крышеснос. Они плохо будут отдавать себе отчет, где это можно делать, как это можно делать, с кем это можно делать. Но это наживное, я думаю. Я думаю, что можно ввести термин emotional wealth, эмоциональное состояние. Но состояние не в смысле в данной точке, а состояние в смысле как про финансовое состояние, говорят. То есть очень большой объем финансов, который распространяется через поколения. Так вот это эмоциональное состояние нужно накопить, я думаю. И накопить его, и научиться им нормально пользоваться, займет несколько поколений у мужчин. Если, конечно, у нас будут эти поколения. А сам процесс освобождения этой эмоциональной сферы у мужчин, я думаю, можно смело назвать великой эмоциональной революцией, которая происходит буквально сейчас. Первыми вестниками были, наверное, люди вроде Уоррена Фаррелла, но теперь она наконец-то набирает силу, набирает обороты. И набирает их тяжело. Так что, думаю, бояться выражать эмоции только потому, что женщина может потерять в тебе интерес и уйти, изображать стену из-за этого, мне кажется, унизительно и неправильно. Не в 21 веке. Наоборот, это повод, во-первых, учиться обращаться со своей эмоциональной сферой, обретать эмоциональную грамотность, нарабатывать эмоциональные мускулы, а во-вторых, правильнее выбирать, кто у вас в партнершах. А времена, когда за мужчинами признавалось только право на покерфейс и на гнев, надеюсь, давно прошли. Всем пока и удачи!